Под прошлым роликом вы меньше чем за сутки набрали 4000 лайков. Ну вы даёте, я прям приятно удивлён. Вот вам новенькая 47-я. Если и эта серия наберёт 5000 лайков, то я и завтра выпущу новую серию. В этом ролике я хочу разобраться с авторынком. Спауню бирюзовую М5, которую мы покупали в 45-й серии. И прям сразу же по мне кто-то начинает стрелять. И вот это Лола Кингман скидает мне обмен на мою ламбу взамен на Рейсер Спорт, то есть скутера. Да уж, скамерша 228. Пора бы уже Бэху продавать. Напомню, что покупал я её за 8 миллионов 400 тысяч. Пытаюсь её продать, раскидываю всем ПТСки и желающие вроде есть. Нашёлся Влад, который готов её якобы взять. Спрашивает Дон или нет. Я ему объясняю, что такого больше нету. В новой мини-обнове, кто ещё не в курсе, сделали ли теперь так, что все авто стали донатными. Разработчики заявили, что цена понижена, чтобы не было обманов. Рост вторичный рынок, машины становились доступнее и взаимодействие игроков увеличивалось. Что немаловажно, цена в контейнерах сохранилась. Открывать их можно безопасно. Моментальная продажа идёт старой ценой. Насчёт автокейсов, они работают стабильно. ГОС в них старая, а на руки новая. Плюс разработчики обещают их заменить в ближайшее время. И ещё кое-что. Разработчики вначале урезали ГОС, но потом поняли свою ошибку и добавили возможность продавать старые машины в государство за старую стоимость. А на руки уже за новую, чтобы все были равны. Вот такие вот пироги. Своё мнение по поводу этого напишите в комментариях. Насчёт покупки М5. У этого Влада какие-то дикие лаги и он вышел вообще из игры. Игрок десанти предлагает обмен на ламбу с моей доплатой 3кк. Я отказываюсь, пытаюсь продать Бэху ещё минут 25 и просто уже не выношу. Благо этот десанти ещё никуда не уехал. По ПТС у этой ламбы Хуракан почти 8к пробега, что довольно много, а прошивок никаких нет. Выехали на улицу, чтобы нам никто не мешал. Кинул ему свою ПТСку. Он предлагает ещё раз, чтобы я доплатил 3кк. Говорю 2.5, ни тебе, ни мне и гоу. И он соглашается. Обмениваемся и всё супер. Итого мне эта ламба стала в 10 миллионов 900 тысяч. Скриню малышку на превью этой серии. И пока я скринил, покупатели набежали сами. ПТС. Кидаю ПТСку. Цена. 13 миллионов. 12.9. ПТСку. Отъехали и он говорит, сори, я передумал. Да что ж ты говоришь, гениальный ход, ФАМАС, ФАНТОМАС, блин. Продаю её уже около 30 минут за 13 миллионов. Ни копейки больше, ни копейкой меньше. У всех разное мнение. Кто-то говорит, что продаю её прям очень дорого. Кто-то говорит, что прям очень дёшево. А кто-то говорит, как бы нормальная цена. Нечаянно выхожу из машины и у меня её угоняют. Выгружаю ламбу и загрузить обратно на том же месте уже не могу. Прибежал на низкие и снова еду на рынок. Кричу, продам ламбу. И с этого момента начинается какая-то жесть. Мне постоянно всячески мешали, перекидывали деньги и так далее. Объясняю всем в голосовое. Ребята, займитесь своими делами. Перепродавайте тачки или поработайте на кладоискатель, например. Да что угодно. Дайте мне, блин, серию снять. Но всё это было бесполезно. Поймите, пожалуйста, одно, что вас много, а я один. И я не могу каждому уделять столько времени. Неадекватная особь под ником Егор Бланский. Начал меня постоянно таранить и продолжалось это минуты 3. Вот что же я тебе сделал-то чудо? Подбежал игрок с ником Оливка. Спрашивает ПТС и цену. Говорю 13. Он говорит большой пробег и предлагает максимум 12кк. Я стою на своём, говорю 13кк не меньше. Говорит, ну был бы не дом, взял бы за 14. Да уж, перекуп от бога, а ничего, что этого уже нет. Там донат, не донат, всё, до свидания. Спустя 5 минут он снова подбежал. Ну что, надумал? Говорю нет. И в этот момент подъехала точно такая же красная лампочка. В дальнейшем узнается, что на ней нет прошивок и 500 пробега. Оливка спросил у него цену. Тот ответил 15кк. И тут у него полезли глаза на лоб. После чего он говорит, что моя уже цена ещё нормальная. Это я всё к тому, что у всех людей свои какие-то цены в голове. Но я-то точно знаю, за что я лично прошу деньги. Ламба, блин, ламба за 13кк, ну куда меньше-то? У меня сел аккум. Кто-то из игроков меня подзарядил. Спасибо тебе большое. И я сразу поехал в ИСТУ. Чиню аккум за 5800 и возвращаюсь обратно. В общем, длилось всё это около двух часов. Как же у меня раскалывалась голова от этого всего. От всяких там криков. Что-то, что-то кому-то надо. Где-то, что-то это. Где-то, что-то то. Материала у меня просто ужас как много. Но я вообще не вижу никакого смысла вам это всё показывать. Это настолько скучно. Просто нудятина. Всё одно и то же. Одно и то же. У меня начинается уже сильная апатия. Как же мне надоело её продавать. Не выдерживаю и предлагаю оливке забрать её за 11.5кк. А он стоит на своём. Вот 11кк и хоть убей. Больше не даёт. Но я решаю не сдаваться. Забираю свой подарок халявную бронз рулетку. Заправляю лампу и начинаю писать в вип чат. Так как на авторынке сейчас её продавать просто невозможно. Её вообще прям никто не берёт. Кстати предыдущий владелец уже говорил, что продавал он её около 5 дней и всё безуспешно. Служу в вип чат, продам лампу 13кк. Данте просит мой номер телефона. Созвонились. Сразу прям спрашиваю, чтобы зря не терять время. Деньги есть? Есть. Едь ко авторынку возле въезда стою. Может ты подъедешь? Я без авто стою. Где? Офис искать. Еду к нему с большой надеждой, что он реально её купит. Сразу кидаю ему ПТС-ку. Спрашивает сколько в гос её слить. Отвечаю, что 8 миллионов 250. Предлагает 12кк. Говорю, давай ни тебе, ни мне 12500 и он соглашается. Прям в этом же здании есть парковка авто, где можно также продавать тачки, как на авторынке. Потому что меня настолько тошнит от авторынка, вы просто не представляете. Продаю ламбу и чистыми с неё зарабатываю 1 миллион 475 тысяч. Я на него даже ремку не пожалел и починил. Братик, спасибо. И вот вы сейчас скажете, Элмак, но ты же почти полтора ляма заработал. Чего тебе не устраивает? Да что вы говорите, друзья. Если бы я всё это время продавал скайлайны, я был бы в плюсе намного больше. А так я истрепал себе все нервы с этими двумя тачками. Особенно с этой ламбой. Вывод. При нынешней ситуации я больше никогда не пойду перепродавать тачки именно в высоком классе. С остальными классами разберёмся попозже. Раньше ещё хоть как-то можно было что-то там перепродать. А сейчас просто ужас. Но Unreal, ни у кого денег нет. И дело далеко не в цене ламбы, так как сами видели, что продавал её за копейки, за 13 лямов. Зашёл в средний класс. Хочу взять скай на перепродажу. А меня Марго Ролекс просто берёт и давит, 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 давит. Ну вот что за мерзкое животное, блевотина. Я и так весь сгоревший, ещё и это чудо нарисовалось. Приехал в казино спустить пар. Стал за столик с костями, но делать ставку я передумал. Залетаю в Blackjack и делаю ставку 500к. У меня хорошие очки 20. У гиллера тоже 20 ничья. Ставлю ещё раз 500к. У меня 12 очков. Была не была, решаю рискнуть. Нажимаю удвоить и у меня снова 20 очков. И уж в этот раз я выигрываю целый чистый лямб. Итого на балансе у нас уже 24 миллиона. Я очень рад, что хоть как-то мы сдвинулись с этой мёртвой точки. Напоследок кручу бронз рулетку и получаю сильвер вип на 5 дней.